Как составить собственное генеалогическое древо и узнать, не голубых ли вы кровей, нам поможет директор Тюменского центра генеалогического поиска Снежан Гузенко. Здравствуйте, Снежанна Валерьевна. Здравствуйте. Ну, смотрите, допустим, хочу я составить свое родословное. Вот с чего мне начинать? Очень правильный вопрос, с чего начинать. Начинаем мы, конечно, со своих родственников, то есть более старшего поколения. Опрашиваем, что знают они о своих предках, откуда они родом, когда родились, в какой местности. И, естественно, перерываем весь домашний архив. Это могут быть старые фотографии, датированные, подписанные, тоже и населенный пункт там упоминается. Это могут быть аттестаты, это могут быть паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти, естественно, о браке. Все, что нас хоть чуть-чуть может продвинуть в дореволюционный период. Ну, а если у меня нет ничего, никаких документов, то что сделать? Все, безысходность, значит. Нет, не безысходность. Ну, все равно какие-то документы есть, допустим, ваших родителей даже. Ну, моих родителей есть, а, допустим, прабабушки, прадедушки, вот в моем случае нет информации. Тогда устная информация, собираем устно. А их, допустим, нет живых. Родителей нет живых. Прабабушки, прадедушки. Прабабушки, прадедушки нет, но ваши же родители знают о своих родителях, что-то хотя бы. Ну да, просто я сталкивалась с такой ситуацией, что я хотела интересоваться историей фамилии, вообще, откуда она повелась. Но дело в том, что папа был в детском доме, да, он не знает, он был маленький. Бабушка уже ничего не помнит. Вот как мне, внучке, правнучке, узнать эту информацию? Вот вы сказали, папа был в детском доме. Ну, нужно обратиться в архив этого детского дома, и там есть все равно какие-то либо сведения о вашем отце. Если будешь заниматься этим, я буду говорить, следствие уведет Татьяна Докуча. Да, это очень похоже на следствие. Данные, которые нам необходимы, вообще, они есть в свободном доступе? Ну, сейчас, конечно, есть интернет, и вы можете поискать каких-то родственников через интернет, даже через простой сайт одноклассников. Можете найти родственников. Ну, естественно, есть в библиотеках какие-то кровические материалы. Люди же тоже изучают сверху дословно, они их публикуют. Потом, значит, есть изданные исторические документы тоже в библиотеках. То есть это в свободном доступе. Вот вы сегодня пришли не с пустыми руками, я так понимаю, что-то из этого тоже нам может помочь, да, в начальном поиске? Да, чтобы определиться с местом проживания предков, в каждой области, в каждом архиве, в общем-то, существует, ну, по крайней мере, в каких я была бы архивах, существуют вот такие административно-территориальные отделения. Вот как у нас, например, да, в Кеменской области. Тут мы можем определить... Можно, пожалуйста, на камеру вот так? А что в ней написано? Дело в том, что территориальное отделение очень менялось, особенно за период советской власти. И здесь мы можем точно определить, к какой волосе относился данный населенный пункт, к какому уезду, и на какой период времени. То есть откуда нам вести поиск. Ох, как надо, тяжело. А расскажи... Вот, подожди, очень интересно. Хорошо. Знаешь, что мне интересно? Вот свиток, который вы принесли, королевский. Вот разверните, пожалуйста, чтобы всем показали, вот, и рассказали, что... Вот так вот выглядит родословная схема. Я ненадолго пропаду из эфира, друзья. Не теряйте меня. Так, это родословная. Давайте буду выглядывать это. Это, получается, это кого? Это какой-то семьи? Да, определенной семьи, да. По восходящей линии, по мужской. Кстати, мы в школе тоже составляли такое древо, но я вообще не понимала, потому что, кажется, это очень-очень легко. Вот эти делать стрелочки, но это очень-очень сложно, потому что у дедушек есть тетушки и дальше ответвление. Это очень тяжело. Тяжело ли создавать такое? Ну, каждое имя подтверждено уже у нас документами. И... А скажите, вот что касается имен, здесь только можно найти родословную только по именам и фамилиям? Больше нельзя не узнать какую-нибудь информацию? Можно. Можно? Да. Знаете, мне вы сказали очень хорошую фразу. Можно найти информацию через интернет. А стоит ли это верить-то? Вот сейчас, потому что очень много предложений в интернете. Восстанови свою родословную. Отправь смс и что? И узнаешь все о себе. И узнаешь, что ты правнук Петра. Какого только? То есть как относиться? Какого? Это очень важное уточнение. Если вы хотите заказать через интернет родословную, нужно обратить внимание на сайт. Давно ли он существует? Какие у них выполнены работы. То есть посмотрите вот эти работы. А стоит верить? Ну да. Вот работа достаточно хорошая. В принципе, в интернете есть, да? Сайты предлагающие эти услуги, да. И они действительно все правду говорят? Ну не все, конечно. Нет, нет. Я говорю, надо проверять. Лучше не рисковать. Ну а вообще к вам много людей обращаются? Вообще много желают восстановить родословную свою? Да. Достаточно много. А какая причина основная? Ну я не знаю, это какое-то внутреннее состояние, наверное, человека. А может быть они хотят сорвать куш? Да нет. Нет таких? Нет, нет. Веркантильных? Ни разу нет. Многие считают... А подождите, насколько я знаю, кстати, сегодня у нас есть вот пример, да, родословной. Вот мы показали сейчас схему. Еще вот как может вообще выглядеть родословная книга? Чтобы оформить родословную, не просто документы, да, сложили, мы делаем родословные книги. Мы здесь все пишем. Здесь и схема есть, и история. Естественно, история рода, какие документы использовали, и фотографии. А скажите, а сколько времени у вас, например, уходит вообще? Сколько? Это год, два, три, вечность? По-разному, смотря где архивы. Ну а в среднем? От полгода до двух лет. Ну это приличный срок, это причем такая большая работа, мне кажется. Вот многие, я слышал, обращаются, значит, состоят свои родословные, потому что они уверены, что в их роду были цари. То есть вот как-то подтвердить, вот это правда или нет? Это неправда. То есть таких людей вообще нет? Нет. А я бы хотел узнать, я буду первым, наверное. Почему? Действительно, раньше же, у нас совсем давно была история, может быть, что-то можно найти и копнуть. Ну класс дворянства – это очень маленький процент, три процента. То есть вот те люди, которых вы отыскиваете, еще ни разу не было примера, чтобы были у дворянских кровей? Были. А были, то есть? Они не знали об этом. А когда узнали, какая реакция? Удивились. Удивились и как бы грудь сразу? Нет, нет, нет. А вы прослеживали историю родословной каких-нибудь, например, действительно царей, князей, может быть, тюменских наших, каких-нибудь великих людей? Кстати, родословные дворян, они все уже прослежены до революции, до меня. А если, допустим, говорить о именно истории жизни людей, которых вы находите, да, то есть вы находите как? Или фамилию Мерчества, и все, это максимум, или его судьба еще? Да, и судьбу тоже мы находим. Я вот хочу рассказать про одну семью. У них во время Отечественной войны 12-го года было церебрато. Они все ушли на войну с Амполеоном. Вернулся только один. Все под документом прослеживано. И дал потомство. То есть он был казак. Бравый солдат. И потом в дальнейшем его дети уже тоже по документам, мы все это проследили. Дети были и внуки Георгиевскими кавалерами. Тоже все служили. Советской власти. Им этого не простили. Расстреляли. И семью выслали. То есть вот такая судьба рода. Очень показательная. А потом я еще хотела вам рассказать. Вот совсем недавно, перед 9 мая, ко мне обратилась одна женщина. Она много лет искала, где захоронен ее отец. Ей прислали вот такую справочку, в которой просто написано, что умер в плену в 42-м году. И я в документах Центрального архива Министерства обороны нашла, что он погиб в плену в лагере Славута. Это такой вот был концлагерь, сейчас это Каменец-Подольская область. Там погибло более 150 тысяч человек, были убиты. И вот он, один из них, эти списки все там в архиве хранятся. Я заинтересовалась, думаю, что это за лагерь, почему столько народу погибло, что они их там травили, убивали. Очень страшные вещи. Он пережил очень страшное. Там все больные и не больные, вместе по 700 человек на одной койке лежали. Их просто травили голодом, морили голодом, при этом заставляли физические нагрузки всякие выполнять. То есть они на них даже не тратили пули, они их просто морили. И потом уже добивали просто прикладами. И вот 150 человек там нашли. Вот такая судьба у человека была. То есть узнавая родословную, можно узнать информацию? Да, 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 очень много. Это у вас единственный случай, когда вам обращаются, и вы знаете. Нет, нет, нет. Я очень честно сотрудничаю с Семеновским Молосовым Советом Ветеранов. И там как раз очень таких много случаев. Я просто вот, что был праздник недавно. Коллеги подсказывают, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, доброе утро. Доброе утро. Будьте добры, скажите, пожалуйста. Я бы хотела узнать, откуда произошла фамилия Шерстюкова. Ой, можно, пожалуйста, фамилию еще раз? Шерстюкова. Шерстюкова. Не услышала, что спасибо. Откуда произошло? Спасибо большое за звонок. Откуда произошла фамилия Шерстюкова? Не надо платить родословную и происхождение фамилии. Это совершенно две разные вещи. Но иногда бывает, конечно, и сопадает там, что, если особенно это географически как-то обосновано. А вообще существует огромное количество справочников и книг. И даже в том же интернете вы можете заказать исследование своей фамилии, и там все будет расписано. Ну и еще раз напомним, друзья, если хотите составить все родословные, прежде всего нужно поговорить с роднёй, узнать все у родни, где, чего, кто был. Ну и все-таки, наверное, не нужно на уловки интернет-мошенников, все-таки нужно к специалистам обращаться. Нужно доверять, все-таки проверять. Доверяй, но проверять. Спасибо большое за беседу, было очень интересно. Очень. И желание появилось, да, Вить? Да, конечно. И у меня появилось. Давай будем составлять. Все-таки вера в то, что цари вылили. Цари вылили. Спасибо большое.